Итак, всем привет, с вами Добгай, и мы продолжаем играть за левый Гаминдань в Кайзер Райх. Не Кайзер Шизу, если вы, кстати говоря, впервые обязательно подписывайтесь, а у нас же тут уже стоит цель объединения Китая, и мы ради этого реформируем армию, наших сейчас субъектов будем поджимать, будем других каких-то генералов поджимать, так что поехали. Итак, успешно мы пробиваемся вот здесь вот, окружая войска Янани, сейчас потихоньку их будем добивать. Сейчас, как-то вот так, не спеша можно здесь действовать, нам у нас времени предостаточно, нужно сначала добить здесь, а потом можно продолжать движение дальше. И, кстати, я выяснил, куда вот эти пути ведут, нам, в принципе, ленд-лиз отправляется, странно, что не, так сказать, по земле, потому что здесь технически есть путь. И вот почему-то решил рассчитываться по морю, ну, ладно, так и быть, по морю так по морю, главное, что он идет. Мы принимаем только новые ленд-лизы, можно еще, знаете, что сделать? Можно еще сделать вот так, у нас не будет машин, но у нас появится необходимость в машинах, хотя у нас немножко тоже есть машины. Но самое главное, нам теперь будут предлагать в ленд-лизе машины, это очень хорошо. Ребята, все говорят, сменили цвет. Ага. Вот это развитие событий мне не супер нравится, надо сначала капнуть юнань, добить уже побыстрее, а потом с вот этим резко на них переключаться. И у этой страны, видите, я не могу запросить силы, нужно пробовать... Ага, мы не можем пока что пока воюем, мы не можем попросить интеграцию увеличить. Ладно, надо добивать сначала этого, и потом все станет нормалее. Что? События, как говорится, получили крайне интересный разворот, ладно. Вообще технически это чуть-чуть запрощает нам задачу, ведь если мы капнем вот этих ребят, то капнем и всех остальных. Ну, мы успели сюда перебрасывать войска, сейчас здесь эти окружим силы, и потом подобиваем, перейдем просто капнем этих, капнем сразу все три страны. Это супер выгодно. Смотрите, все корки, ага, это мы интегрировали территорию, видимо, по вот этой вот механике. Окей, это приятно. Ну, здесь войска добиваются прелести, здесь мы также их поджимаем сейчас, забрали у них уже столицу. Остается совсем чуть-чуть до капа. Параллельно окружаемся с дивизией, в общем-то, по классике. Ой, мы тут решаем, на чем мы будем фокусироваться, и, конечно же, на милитаризме, на армии. Нам нужен радикализм, что я могу сказать. Ну и вот, сейчас будет кап, наверное, одной стороны, за ними теория должна капнуть остальные. Мне кажется, не супер какой-то жесткий тип субъекта, то есть там в теории должна быть такая относительная свобода, но я думаю, все равно должен быть кап. А нет, слушайте. Ну ладно, начнем хотя бы с этих ребят. Ну а теперь уже пойдем, как мы собирались, вот сюда. Ну и здесь мы уже без особых проблем, просто спокойно проходим и идем на точки победные. Потому что у них армия куда-то туда растянулась, ну, нам только в плюс. И битва за кантон. Стабильность, радикализм, либо получить социальную демократию. Да, давайте, по классике. Посмотрите-ка, давайте-ка еще. Солдаты, радикализируйтесь. И Генуань мы забрали. Кучу снаряжения также получаем. Конечно, она некачественная, но у нас все еще есть даже и гарнизоны. Мы всегда найдем, куда это снаряжение отправить. И теперь Сачуань. Прелесть. Наш Китай растет все больше и больше. Какая прелесть. Рабочие освобождаются. Ребята, третий НРА. Угу. Только надежных, ребята, либо всем? Не-не-не, конечно же, только надежных. И нам тут дали неплохих генералов. Смотрите, вот эти, вот эти. Но они какие-то правые, правые, а мы-то левые. И вот мы переходим к современной китайской народной армии, я так полагаю. Ну, это точно, может, там что-то другое подразумевается под... А, ну, национальная революционная армия. И пафы прекрасные, на самом деле. Наша армия очень хороша. У нас-то еще один, видите, какого-то брата хотят сделать военную полицию из его сил. Вообще звучит неплохо. Неплохо. Конечно, он предатель, но радикализм, популярность, бафчик, советник. Звучит нормально. Ну и что, давайте начнем с реформ. Здесь Дефенс, Энтренч, Матерга. Надо всем этим заниматься. И можем отправить 2000 винтовок в Америку. Давайте так и сделаем, поможем этим ребятам, вдруг они выиграют. Будет тогда приятно. И на самом деле у нас нет проблем с тем, чтобы взять здесь Доктринку, хотя бы первую. Она даст очень неплохие бафы здесь с автоатаки. Это полезно. Я вижу, что здесь есть проблемы у автоплана с тем, чтобы взять территорию. Поэтому давайте захолодимся, наберем планирование и сами продолжим наступление. И окружаем этот город. Сейчас его возьмем с нескольких сторон одновременно. Еще, конечно, вот эту провинцию выбить, но это уже будет слишком тяжело. И объединяем фронт и вампа. Кто угодно может присоединиться. Может присоединиться. Ага. Либо их идеи совсем другие. Да. Они точно совсем другие. Только идеальные тоталисты к нам могут присоединиться. И мы взяли столицу, и сразу за ней пала и вся страна. Прекрасно. А мы объединили, можно сказать, уже весь Южный Китай. Осталось теперь сделать поход на север, я полагаю. Давайте увеличим интеграцию вот этих ребят. У них всего 2% от того, чтобы отказаться. Они тогда, да, именно увеличат свою интеграцию. Именно свой тип субъекта. Не аннексится ничего. Тип субъекта. Окей. И попробуем, наверное, с Маклика и посмотрим, что у нас там с ней может быть. А пока что, что мы хотим сделать? Нападать на цены, наверное, еще рановато. Там многовато дивизий для нас. Надо еще немножко поготовиться. Давайте занимаемся, наверное, вот этими всякими фокусами. Восстановим нашу экономику, пожалуй. Ну и давайте тогда продолжим восстановление экономики. Для нападения немножко освободим. Простроительство поднимем. В общем-то начнем что-то строить. Нам потому что нужно. Ну и смотрите-ка. По поводу у нас профсоюзов. Конечно, работайте, ребята. И главное сейчас не перейти вот сюда, слишком далеко. И да, мы. Прекрасно. Мы их чуть-чуть подинтегрейтили. А можем еще больше заинтегрейтить. Пока что. Нет, но вообще-то да. И да, 6%. Я думаю, надо сразу нажимать. Продолжать интегрейтить. Тут есть некоторая промышленность. Тут есть дивизия. Вполне себе полезно. Но все временем тут появляется вот эта вот федерация. Домбийская, так называемая. Только Венгрия посередине такая торчит немножко. В остальном здесь все примерно нормально. И дальше что? Цирки можно на мелкие поменять. Не самая интересная на самом деле идея. Но допустим. На мем случае надо идти вниз. Ну что там дальше будут цифки. Тут опять какие-то балансы в парте. Да, ну давайте, наверное, вот этих поддержим. Ой, смотрите, у нас тут слишком далеко. Мы пошли направо. Нам бы налево теперь уйти. Я бы, наверное, хотел нажать вот это все же. Немножко мы потеряем позиции. Но нормально. Чтобы не терять стабильность иначе. Итак, еще больше интегрировали. Ну-ка. И финальная интеграция, я полагаю, будет. Интегрирование. Господи, сколько там этих уровней. Ладно, ну вот через один, получается, будет полная интеграция. Окей. И что-то у нас. Можно нажать коллизность вниз, либо повысить. Ну, повышаем однозначно. И продолжаем нашу промку качать. А, я понял, что мы слота не имеем вследопсильского, а нам бы его получить. Поэтому давайте пойдем сейчас вот сюда. Здесь, если мы двух советников имеем, то нам там баф дается. У нас только один такой советник. Так что баф в полной не дастся. Но я не очень уверен, что он нам нужен. Но слот нам нужен точно. Если говоря, смотрите, что у нас тут есть. Обязательно, я думаю, это надо сделать. По 0.03 опыта и минус 5 скидки. Это нам надо. Опять кто-то там растет. Ну, тотализм, тотализм. И ребята к цене зашли. Это немножко грустно. Нам нужно увеличить количество дивизий, но мы это потихоньку делаем. Опять там направо двигается баланс. Нам это не супер выгодно. Мы и так очень далеко справа. Но пока как есть. Так, и почти интегрировали. Опа-на, реформы первые есть. Отлично. Скоро будут вторые, а именно уже. Поехали. Тут опять-таки, видите, очень хорошие бафы, защита. Укрепленность и организация. Чтобы обороняться нам потом от цене, будет то, что нужно. И вообще, эти ребята не доделали еще некоторые вот эти фокусы на промку. Они их, я думаю, могут доделать. Трансфабрик у них, конечно, не будет. Но вот это военный завод, военный завод. Точницифка, инфраструктура. Вот эти вот два фокуса. Они все смогут сделать. Надо надеяться, что они их побыстрее только сделают. Учитывая, сколько у нас всего, то там даже каждая единичка. Каждый военный завод и каждая фабрика считается. Так, это мы сделали. Я не очень уверен, как нам доубирать вот этот дебаф, где он тут. Легитимность. Потому что я вот эти вот фокусы брал. Но дальше как будто нету. Ну и в России Владимир Третий пришел. Остановилось царство у них, так сказать. Окей, так. Варсапорт, Занецуза, Пипла, Дебастейт. Стабильность там не хватает ее. Стоит, конечно, получить. Но здесь достаточно все просто. Здесь у меня в мире все нормально для нас. Что тут мы хотим? Политка, ТНП, Констракшн Спид. Либо скорость исследований. О, и радиодикализация. Это нам надо. Отлично. И какой-то секретный у нас тут. Парнаитальная атмосфера. Секретный какой-то договор. Подписываем. Не знаю, что это. Но подписываем. Там какой-то еще да. Я в Кейзер Шизе, да, я видел. Помню. Ой, эти ребята пошли инфру делать. Может они... Если я дальше пойду делать эти фокуса, то я дам им время. Если нет, тогда уже буду аннексить. Ой, Маклика стала независимой. Это, кстати, для нас даже приятно. И я вижу, что началась война с Манчжурией. Это для нас двойне приятно. Мы сейчас доделываем вот сюда армию. И, в принципе, будем наступать. Я думаю, все-таки сделаем вот этот фокус. Потому что, ну, он слишком уж, ребята, согласитесь, полезный. Там. Бафы, наоборот, нам накинут. Дебафы его поубирают все. Отличная тема будет. Так, цензор. Ага. Немножко надо. Цезуры. И еще один повсеверху. Вон, видите, получим жардиния социальной революции. И потом уже пойдем вот до сюда. До войны с ценей. А, и они сами против нас к бы готовят. Если они еще сами нападут в будущую войне против вот этих ребят. Я-то не против. Удачи им с этим. Так, наш там какие-то фантазии рассказывают. Вот, что нам надо. У нас теперь бафчик. Хороший. Стройка идет. Производство идет только так. Прелесть. Ой, у нас следующий уровень реформ армии прошел. Хорошо. Это лишь последний. Да. Отлично. Нужно это копить чуть-чуть опыта. И да, нам вывели войну. Кстати, ребята, пускай больше не тренируются. Эти, да, обучаются. И у нас та война. Вот давайте сразу делаем вот так. И я не вижу смысла сидеть в обороне. Они не будут атаковать. У них сил не хватает. А нам почему не атаковать, не вижу причин. Получаем ленты, получаем добровольцев. Империя Цинк падет. Китай будет свободным. Ух, как же нам надают все. Не хватает, конечно, нам немножко конвоев. Нужно еще их запрашивать у всех, я думаю. Но в целом потихоньку доедет до нас все. И да, эти ребята делают промку. Там еще и ресурсы дополнительные. Так что вдвойне выгодно. Точно даем им доделать это все. И ух, как же нам накидывают всего. Приятно иметь друзей. А также сделать последнюю военную реформу. И так, смотрите-ка. Тут кто у нас будет отвечать за безопасность. И да, да, мне кажется, это надежный человек. Давайте-ка дадим вдаве побольше власти. Все точно будет хорошо. И смотрите-ка. Предательство в партии. Давайте-ка разберемся с ними. На всякий случай сохранимся. Я не очень уверен, что это сделает. Но надо сделать. Предатели будут точно наказаны. И давайте вот сюда пойдем. И там будет какой-то бонус. Вот здесь, видите. В шпионаже нам дадутся бонус. Так что это такое. Ага. Короче говоря, забавно, что наш чел тоже начал свою карьеру неудавшимся убийцей. Но неудавшимся убийцей сейчас попытался убить нашего парня. Ой, оккупация Гонконга, смотрите-ка. Мы можем его просто взять и забрать. Чем? Подождите, он у нас в Астралазии. Ну-ка. Господи. Да так и есть. Можем теперь забрать. Перем. Почему нет? И синдикалисты, да, появляются в Астралазии. Это красиво. Это красиво, как говорится. Так и здесь мы потихоньку пробиваемся тоже. В принципе, везде пробиваемся. Цинь несет большие потери. И знаете, что я сделаю? Я возьму вот здесь вот 100 конвоев. Потому что нам на этими конвоями линд-лис кидают. И Астралазия дала нам Гонконг, а теперь еще покидывает нам линд-лис. Прелесть. Здесь окружаем войска и добиваем сейчас. И будем потихонечку вот этих, наверное, ребят выбивать. А затем и здесь фронт немножко переделаем. И добьем шанси, а потом уже и цинь. И смотрите-ка, морское общество. И мы, конечно же, оставляем их чистыми. Не набираем туда отребья. И еще одна академия. Все, да. Побеждаем, конечно же, на земле. Тотализм и радикализм. Все, да. А еще тут зажали ребят. Прекрасно. Китайский зажим, как говорится. И сделали уже фронт. Сейчас будем потихонечку пушить его, как здесь добьем, ребят. Это еще такой большой, я бы сказал, котел для наших вообще армий. И можно будет просто нажать, я думаю, автоплан. Хотя, наверное, чуть-чуть все-таки поконтролим. Ой, цинь капнул. Видимо, их там контент дожал. Такое, видимо, и есть. И нужно, я думаю, обязательно собирать все, не отдавать ничего. А мы и не отдадим прелесть. Кстати, у нас вот такие приказы. Ну, тут уже просто нажимаем галочку. Добивайте выше, как говорится. И что у нас останется здесь? Давайте посмотрим. Во-первых, эти ребята наделали там фокусы. Господи, как же они медленно делают эти фокусы? Когда-нибудь они их сделают. И экспедиция готова. У нас поменяются фокусы? Нет, я не закончил еще эти. Я бы хотел, наверное, сделать еще вот это. Но в среднем остальное как бы нормально. Ладно. Ладно или не ладно? Блин, вообще не очень ладно. Или у нас добавится... Ладно, у нас все, добавились новые. Все в порядке. Северная экспедиция отомщена. Прелесть. У нас отрылись совсем новые фокусы. Это мне нравится. Ну что, давайте, наверное, продолжим дальше. В следующей серии мы победили Цинь. Остается, нам надо добить их Марии. Так, но это фигня. И будем мы заниматься постановоценным объединением Китая. А после посмотрим, что у нас там будет по фокусам. Ну, с вами был Добгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Лайкайте, ретвите, скротбусте. Все в описании. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok